Бертран Рассел Кошмар богослова Знаменитому богослову доктору Тадеусу как-то приснилось, что он умер и отправился на небеса. Весь путь он проделал без всяких трудностей, так как богословские занятия научили его запросто ориентироваться в небе. Когда же, наконец, он прибыл к месту и стал стучаться в небесные врата, то был удивлен подозрительностью, с которой его встретили. — Прошу впустить меня, — обратился он к привратнику. — Я благонамеренный человек и всю свою жизнь посвятил трудам во славу Божию. — Человек? — удивленно переспросил привратник. — А что это такое? И потом, как может такое странное, и я бы даже сказал потешное существо, как вы, поддерживать чем-либо славу Божию? Доктор Тадеус был поражен. — Вы не можете не знать о человеке, — настаивал он. — Вам должно быть известно, что человек — это высшее творение Создателя. — Мне очень не хочется обидеть вас, — сказал привратник. — Но то, что вы говорите, — совершенная новость для меня. И я сомневаюсь, слыхал ли кто-нибудь у нас здесь о таком существе. — Однако, раз вы так настаиваете, я позову нашего библиотекаря, и вы можете справиться у него. Появившийся вскоре библиотекарь оказался большим шаровидным существом, у которого было не менее тысячи глаз и один единственный рот. Несколькими десятками глаз он уставился на знаменитого богослова. — Что это? — спросил он у привратника. — Да вот, прибыл к нам и заявляет, — пояснил привратник, — что он из породы, которая называется человек, и живет в месте, называемом земля. При этом у него какие-то странные представления. Он утверждает, будто создатель проявил особый интерес к их месту и к их породе. Я подумал, может быть, вы что-нибудь знаете об этом? — Вы не могли бы объяснить мне, где находится то место, которое вы называете землей? Весьма любезно обратился библиотекарь к богослову. — О, — воскликнул доктор Тадеус, — это же часть Солнечной системы. — А что такое Солнечная система? — спросил библиотекарь. — Ну, — несколько смущенно сказал доктор Тадеус, — моя область — священное писание, а то, о чем вы спрашиваете, относится к мирским наукам. Однако от моих друзей, сведущих в астрономии, я слышал, что Солнечная система — это часть Млечного Пути. — А что такое Млечный Путь? — тут же спросил библиотекарь. — Млечный Путь — это одна из галактик, которых, как мне говорили, насчитывается что-то около ста миллионов. — Раз их так много, — сказал библиотекарь, — то странно, что вы могли предположить, чтобы я помнил об одной из них. Но я припоминаю, что само слово «галактика» мне приходилось слышать. Действительно, среди наших помощников-библиотекарей есть один, который специально занимается галактиками. Надо послать за ним, и, может быть, он сумеет помочь нам. После недолгого ожидания появился помощник библиотекаря, занимающийся галактиками. Это было существо в виде двенадцатигранника. Когда-то оно было светлым и блестящим, но пыль с книжных полок, постоянно оседавшая на нем, сделала его тусклым и мрачным. Библиотекарь подробно рассказал ему, что вот прибывший к ним доктор Тадеус, пытаясь объяснить свое происхождение, упоминает галактики, и в связи с этим хотелось бы надеяться, что надлежащая информация может быть получена от секции библиотеки, занимающейся этим вопросом. — Все, что можно, будет сделано, — ответил помощник библиотекаря. — Однако прошу иметь в виду, что существует сто миллионов галактик, и о каждой на полке стоит один том. Поэтому потребуется некоторое время, чтобы получить нужную справку. — А какую именно галактику просят найти эта странная молекула? — Она — часть Млечного Пути, — заискивающе пояснил доктор Тадеус. — Хорошо, — сказал помощник библиотекаря. — Я постараюсь найти ее. Через три недели помощник библиотекаря вернулся и сообщил, что только благодаря тому, что в их секции имеется исключительно полная, хорошо составленная картотека, они смогли, наконец, разыскать требующуюся галактику под номером XO 321762. — Все пять тысяч клерков секции галактик занимались этой работой, — добавил помощник библиотекаря, и предложил, — может быть, вы хотели бы переговорить с тем клерком, который отыскал эту галактику и специально занимался ею? Послали за клерком, и вскоре к ним вышел восьмигранник, у которого на каждой грани было по одному глазу и всего лишь один небольшой рот. У него был смущенный вид, он щурился от непривычно яркого света, так как обычно всегда находился в мрачной полутьме своих книжных полок. Овладев собой, он обратился к доктору Тадеусу. — Что вы хотите знать об этой галактике? — довольно робко спросил он. — Мне бы хотелось знать, что вам известно о Солнечной системе, — громко и самоуверенно заговорил доктор Тадеус. Она как раз находится в той галактике, что вы нашли, и в ней небесные тела вращаются вокруг одной звезды, которая называется Солнце. — Хм, — пробормотал клерк, — было весьма трудно отыскать одну из миллионов галактик, но несравненно труднее найти какую-либо звезду в этой галактике. Я знаю, что в ней около трехсот миллиардов звезд, но как их различать одну от другой, я не знаю. Мне известно, однако, что по указанию нашей администрации были как-то составлены списки всех этих трехсот миллиардов звезд, и они хранятся в подвалах. Если вы считаете, что стоит заняться поиском звезды, которая называется Солнце, то для этого придется привлечь значительное количество сотрудников из других отделов. В конце концов, решили, что, поскольку вопрос уже возник, а прибывший доктор Тадеус находится в беспокойном состоянии и очень мучится, поиски звезды, которая называется Солнцем, следует предпринять. Через несколько лет сильно утомленный, унылого вида четырехгранник явился к помощнику библиотекаря, ведущему секции галактик. — Мне удалось отыскать звезду, которая называется Солнце, — сказал он. — Ну, я совершенно не могу понять, чем вызван такой особый интерес к ней. Она такая же, как и большинство других звезд в этой галактике, среднего размера, со средней температурой и окружена небольшими телами, их называют планеты. В результате исследования я обнаружил, что на некоторых планетах имеются микроорганизмы, и думаю, что вот это прибывшее к нам существо, толкнувшее нас на эти поиски, должно быть одно из них. В этом месте доктор Тадеус не выдержал и разразился горькими и негодующими сетовними. — Почему? Ну, почему? — восклицал он. Создатель скрыл от нас, бедных обитателей земли, что он создал без нашего ведома огромное множество других небес. Всю свою долгую жизнь я усердно служил ему, веря, что он заметит мою службу и вознаградит меня вечным блаженством. А теперь оказывается, что он даже и не подозревал о моем существовании. И к тому же вы заявляете, что я какое-то бесконечно малое микроскопическое существо, обитающее на крошечной планете, вращающейся вокруг одной из незначительных звезд, которых только в нашей галактике насчитывается 300 миллиардов. — Нет, я не могу вынести этого и не могу больше восхвалять моего создателя. — Очень хорошо, — сказал привратник. — В таком случае вам следует отправиться в другое место. И тут знаменитый богослов проснулся. — Власть дьявола над нашими сновидениями поистине ужасна. В большом смущении пробормотал он. Власть дьявола над нашимиой сновиденцей из выбраны Jeremy jogo. — Власть дьявола над нашими зам様. Дор喝ен Hour — Продолжение следует... — А격,ệc в gidальonce к мозг. Аок KE kant. interviewing минуты в Россииokus – это минус безanmaz Option, Тyun кто не дорows advancing…